всем здравствуйте и так сегодня у нас уже с вами четвертый урок и мы будем работать с местоимениями хищи и то есть он она это поработаем с вопросами и отрицаниями поехали сегодня также немножко попишем и будем работать устно ну и те кто меня не знает меня зовут морозова ксения я преподаю английский для разных целей а также помогаю подготовиться к экзаменам это уже четвертый урок поэтому если вы попали на это видео только вот это у вас первое видео я вам советую начать самого начала потому что материал у нас наслаивается здесь и может быть что-то запутано поймете и так далее итак поехали что у нас сегодня he she it он она она да если вы не знаете я подписала перевод и сделаю акцент на местоимение это в английском языке вообще в грамматике нет категории рода как таковой как в русском ну то есть то что стол это он мой а кровать это она у них нет у них есть живое то что по полу определяется то есть мужской пол женский пол и все что у нас неодушевленное это будет это не оно а это да то есть они говорят это стол когда они говорят о нем в третьем лице допустим я купил стол и он оказался тяжелым они скажут через it то есть это потому что стол не живой как запомнить ну тут можно подсказку такого что есть буква т и в русском варианте и в английском и местоимение ш это она то три буквы как так же как и в русском она три буквы итак я думаю что с этим понятно если что себе запишите потом потучите ничего страшного поехали мы с вами научимся задавать вопросы как они задаются если в прошлый раз у нас вопросы задавались тем что мы добавляли в вспомогательный глагол do в самое начало то здесь да он остается но к нему прибавляется окончание does почему но я не думаю что вам стоит заморачиваться почему здесь окончание с просто запомните для того чтобы было хоть какое-то разграничение о ком спрашивают о нас о них о нем о ней и так далее должно быть какое-то разграничение поэтому здесь мы добавили окончание это будет читаться уже не дус не дояс а дас дас и аналогия то же самое та же самая которую мы с вами отрабатывали в предыдущих занятиях то есть начале у нас стоит дас потом о ком мы говорим и потом вообще кто что делает вернее что делает что у нас получается вопросе допустим дас хи слип олдей дас хи слип то есть вот эта форма вторая глагол получается на не изменяется никак у нас начале идет дас уже не дю а дас лежащая сказуемая если вам также понятно и вспомогательный глагол откуда берется вспомогательный глагол и зачем он нужен скажу еще раз я расскажу в самом первом видео посмотрите здесь я уже останавливаться на этом не буду то есть и чтобы задать вопрос мы ставим дас начало потом хи ши и и проговариваем всю оставшуюся нашу часть идею дэс хибай капа в кофе дэс хибай капа в кофе дэс хибай капа в кофе все то же самое что из ду было только уже не дю адас и сейчас мы с вами потренируемся в усной а нет давайте пойдем дальше теперь давайте посмотрим как ответить на него я думаю вы уже догадываетесь и слышали то есть у нас есть вопрос например тасхи work everyday то есть делает он работать каждый день и какие у нас могут быть здесь ответы поехали да еще раз послушаем что у нас получается то есть я схидас но хидазент опять же с какого глагола вспомогательного начался вопрос он таким же в кратком ответе заканчивается повторюсь в кратком несмотря на то что здесь отрицание doesn't это тот же самый глагол но просто в отрицании он также им и заканчивается делает он работать каждый день да он делает либо нет не делает вот это как дословно может переводиться естественно вместо хи мы же про него спрашиваем про человека то есть хи например про мужской пол то здесь может быть и ши местоимения да и дас от этого никак не меняется и местоимения ит и также в отрицании и так далее то есть все то же самое как и было с дю опять чтобы показать что речь у нас идет про третье лицо то есть хи ши ит он она оно а не про что-то другое сейчас у нас с вами будет такое интересное предложение упражнение вы давайте я к нему перейду видите видео кусочек видео есть уже вопрос это вопрос для вас сейчас я буду спрашивать про ваших друзей получается таким образом представьте а ком нибудь кого нибудь мужского пола и также домашних питомцев спрошу под конец и женского пола и вас здесь будет вопрос и вам я бы хотела чтобы вы сейчас устно в живую вашим голосом отвечали четко яс хи даст например если это они вы говорите либо но хи даст если у вас нет возможности громко это сказать чтобы хорошо запомнилось то хотя бы мысленно медленно несколько раз да то есть вот вопрос вопроса достаточно понятные я думаю если что я переведу не переживайте поехали первый вопрос еще раз послушаем ну я думаю аллергия понятно это аллергия это иметь да если у твоего друга какие-то аллергии хочу сразу сказать вы видите часто бывает ведь вместо имени и и так это шью надо ду поставить они даст да правильно здесь место имение только не ю а юр твой друг твой друг это же он мой это же все равно на хи можно заменить либо на ши это также третье лицо и поэтому нам нужно здесь даст это не ошибка юр переводится твой но это не ты это другое место имение уже притяжательное то есть делать твой друг иметь какие-либо аллергии ну вот если дословно это так будет да обратите внимание но ответ может быть я схидас почему ну потому что то он там вы о нем говорить либо но щи даст либо есть щи даст давайте сейчас еще раз прослушаем и вы ответите что такое у нас wedding dress это свадебное платье если у нее свадебное платье слушаем еще раз и отвечаем she have a wedding dress yes she does or no she doesn't отлично едем дальше does he like kids does he like kids kids это дети kids это у нас дети like любить тут уже о друге вашего мужского рода пола does he like kids он любит детей отвечаем yes he does либо no he doesn't does he like kids good едем дальше does your friend drive does your friend drive отлично does your friend drive drive это водить машину не только машину вообще водить за рулем ездить за рулем вот друг ездит за рулем отвечаем либо yes he либо yes she is your friend drive отлично и последнее тут мы поговорим про ваших питомцев вообще питомцы изначально тоже как бы как считаются в грамматике неодушевленные поэтому часто они говорят через местоимение it как кошки собаки и вообще животные и цветы то же самое здесь давайте поговорим о питомцах если нет ваших представьте какой-нибудь чей-то и так далее и потренируем местоимение it does it like games does it does it does it like to play does it like games что у нас такое game это игра да любит ли он игры да любит любит does it like to play любит ли он играть да и тут получается yes мы уже будем говорить it does либо no it doesn't да тут уже про местоимение it либо можете вместо it поставить my cat либо my dog тоже будет нормально слушаем еще раз и попытайтесь ответить молодцы я думаю систему вы поняли идем дальше теперь давайте потренируем отрицание еще раз да то есть как вы уже слышали отрицание будет doesn't уже не don't а doesn't но положение его то же самое то есть вначале мы говорим кто делает потом doesn't как переводится частица не а потом уже идет у нас остальная часть предложения без каких-либо изменений вот как написано в словаре глагол или что-то еще вот глагол вернее написано все оставшиеся формы они также идут мы ничего не меняем это прелесть английского языка теперь давайте потренируемся в письменной форме я вам также буду диктовать предложения попробуйте их перевести если нет возможности писать то тогда проговаривайте усно в отрицании будут все предложения первое предложение он не работает он не работает как это будет сказать ну он не работает каждый день например второе она не знает она не знает третье он не смотрит видео он не смотрит видео четвертое он не ходит в парк он не ходит в парк пятое она не смотрит видео она не смотрит видео и шестое Это не работает. Это не работает. Если вам нужно побольше времени, поставьте на паузу, а мы идем проверять. То есть, та же самая система. He she it у нас в начале кто? Вместо he she it может быть my cat, my friend, my colleague, my mother, my father и так далее. То есть, любой человек, любой какой-то предмет, объект, субъект в третьем лице. Он, она, либо это. Мы ставим doesn't везде. Я, посмотрите, вам выделила doesn't. Я везде выделила окончание s здесь, что это уже не don't, а doesn't, чтобы было различие, что мы говорим про он, она, это, а не про другое какое-то местоимение. Везде будет doesn't. Смотрите, я думаю, что у вас уже не было ошибок, и систему вы поняли. Отлично. Perfect. Ну и переходим. Этот урок был достаточно короткий. Переходим к домашнему заданию. Так как вам уже система эта понятна, поэтому вам хватит всего лишь трех дней, даже двух. Пайл с домашкой будет также под видео по ссылке. Что у вас будет? Вам также будут даны фразы, но вам с ними нужно будет задать вопрос и ответить кратко. То есть, does he что-то там? Yes, he does. No, he doesn't. То есть, вам нужно будет потренировать краткие ответы. Вот это будет выглядеть так. Про кого нужно задать вопрос будет у вас написано в листе. То есть, does your friend, например, про друга. Does your friend want to sleep? Хочет ли твой друг спать? Yes, he does. No, he doesn't. У нас получается нет, не хочет. И здесь же, чтобы сразу отработать отрицательную форму, отрицательную форму, мы, вы второй строчкой прописываете he doesn't want to sleep. То есть, сначала вы сказали no, he doesn't в кратком таком варианте, а потом в полном. Нет, он не хочет спать. Напоминаю, что мы ставим doesn't, а потом у нас, ничего не меняя, ставится та же самая форма глагола. Та же самая. No, he doesn't. То есть, он не хочет спать. Итак, с каждым из трех. Там они вам даны какие-то с повторением, какие-то новенькие будут. То есть, вы также спроговаривайте это все по десять раз и медленно. Тут уже можете даже и быстро с разной интонацией. Допустим, Does your friend want to sleep? Yes, he does. Or no, he doesn't. Поиграйте с интонацией, чтобы вы привыкли к этому всему. Да, и затем я хотела бы, чтобы вы и вопрос, и краткие ответы, и вот эту полную форму отрицания прописали по два раза, чтобы все у вас запомнилось, усвоилось. Ну, и на этом все. Спасибо большое за внимание. Have a nice day and see you later. Bye.